Всем добрый день! Вы на канале всего понемногу. Спасибо большое, кто посмотрел мое видео. Я еще не блогер, я новичок. Я вчера сняла первое свое видео. Все для меня интересно, все для меня новое. И хочу вашей помощи, хочу общаться, хочу, чтобы, через слово хочу, прошу вас, прошу, не строго не судите, так как все это очень новое, но вы не представляете, как это интересно. Снять видео, рассказать, смотреть в камеру, что-то придумать, то, что-то это, это вообще очень даже интересно. Меня зовут Людмила, живу я в Германии, город. Дюссельдорф. И мы с вами будем говорить обо всем понемногу. О путешествиях, о том, как жить после 50, о том, как жить с болезнями, не горевать, не унывать, а двигаться дальше. То есть воспринимать жизнь, что она нам преподносит, уметь с этим жить и идти по жизни дальше. То есть, как бы, такой вот, немного путешествий, немного жизни, немножко советов, немного каких-то пожеланий. И, в общем, это будет очень даже, я так думаю, нам с вами полезно. В силу обстоятельств по здоровью, я сейчас не работаю. То есть у меня много очень времени, и я могу отвечать на все ваши вопросы, могу проводить с вами очень много времени. Я вчера уже вам объясняла, что вы для меня будете помощники. Я с вами буду ходить, с вами буду заниматься. То есть я буду для вас стараться что-то интересное рассказать, а вы для меня это стимул идти, двигаться и радоваться жизни. Еще я вам в предыдущем видео рассказывала, что я весила 136 килограмм. Это очень интересная тема. Это больная тема для многих. Кто-то сейчас на грани того, чтобы только вот-вот вес пошел, уже вышел, как бы, говорят так, из разряда комфортного, да? Допустим, когда я весила 105 килограмм, я очень такая энергичная, я очень подвижная. И в 105 килограммах мне многие говорили, боже, по тебе не скажешь, что у тебя... Ну, я никогда не скрывала свой вес. Никогда. Вот у некоторых там спросят, скрывали, особенно женщины к этому как-то относят, что к возрасту, что к весу. У меня нет секретов. Абсолютно нет. Сейчас мой вес 85 килограмм. Был 136. Вот считайте, что я похудела на 51 килограмм. И при весе 105 килограмм, да, мне было комфортно. Я в нем, хочу сказать, что я боролась, но мне вот нормально было. Но в 136 килограммах уже жить стало некомфортно. Поэтому кто-то сейчас только на старте вот этой проблемы. Поэтому, конечно же, чем меньше цифра на весах, тем легче. Когда цифра уже пограничная такая, вот как у каждого, как говорится, есть точка невозврата. Я поняла для себя, что это точка невозврата, что если я это не возьму, за себя не возьму, что не скажу. Людочка, ну, все, ты сильная. Давай, давай, давай. У тебя все получится. Только ты постарайся. Постарайся, не жди завтра 129. Не жди. И так, шаг за шагом, шаг за шагом. Эта тема, понимаете, она настолько бесконечная. Можно бесконечно, знаете, как на огонь смотреть, так и говорить про похудение. Вы мне, я вам, но если не начнешь ничего делать, ничего не изменится, естественно. И я как бы не хочу зацикливаться только на этой теме, потому что если взять проблему с весом, то человек и так, он, вот, как бы, он закольцован этой темой. Он куда бы ни шел, значит, идет медленно. Он начинает себя кусать за это. Он не смог одеть вчерашние джинсы. Он съел больше, чем думал. И он постоянно в этой проблеме вот, он катается, как сыр в масле, да. Поэтому вы должны немножко отпустить эту тему, чтобы она у вас, ну, вот, не как меч висела над вами. И поверьте, что чем меньше вы себя будете за что-то ругать, научитесь себя, ну, это не мной придумано, не открыто, да, научитесь любить саму себя. Так моя знакомая говорила, у меня настолько развита самокритика, я могу себя вот размазать вообще, вот, как паштет. Могу размазать, и не соберешь. И она мне всегда говорила, ну, ты такие вещи говоришь, говорит, боже, люди скрывают, говорит, не говори о себе плохо, об этом побеспокоятся люди. Да, поэтому, понимаете, не надо себя ругать, надо все это в балансе, везде, да, баланс должен быть и в этом, и любить, и ругать, и швалить, и прям баловать, и все, что хочешь. Мы должны это делать, и должны этому учиться, и мы с вами это будем делать. Мы с вами разберем, для того, чтобы было легко, пишите мне в комментариях, вот, сейчас откроют границы, куда бы вы хотели поехать. То есть, как бы, тема похудения, она не уходит. Но я не хочу блок свой ставить, хотя, поверьте мне, если я сейчас везде поставлю, допустим, я похудела в 54, в не 54 года, что я похудела на, больше, чем на 50 килограмм, поверьте, как это будет быстро набираться, и подписчики, и все. Во-первых, только честность, только честность. Потому что, понимаете, как, ну, это, как бы, принцип жизни, да, любого, быть откровенно, предельно откровенно, и по возможности, ну, если ты не хочешь что-то сказать, но и не врать, легче это, обойти эту тему, чем просто насочинять тут, какая я вообще героиня, как я за полгода, там, или за сколько. Потому что, нет, я сразу говорю, что этот процесс очень долгий. Да, первые килограммы улетают, улетают, но я хочу вам просто донести до вас, что жизнь идет, и надо уметь путешествовать, и радоваться лета, и солнце. Я представляю, как это, снять одежду и оказаться в купальнике. Тогда все, о чем вы говорили в ноябре, что вы в июле поедете в отпуск, и будете прям, я не знаю, в каком купальнике, ну, вы же о нем мечтали, вы же думали, вы уже его в каталоге смотрели, но не сбылось. Поэтому мы с вами все это постепенно начнем делать, и все, поверьте, будет хорошо. Понимаете, эта тема мне, она, я вот особо не хочу, как бы, так зациклиться на ней. Хотя она вам сейчас будет интересна, эта тема, пишите мне в комментариях, с каких вопросов начать, вам больше какой информации дать, чем я питаюсь. Мы с вами, вы пишите вопросы, мы потом с вами разобьем, чтобы не час не говорить, а ни о чем. То есть, можно отобрать продукты, из которых будем готовить. Какую-то часть мы будем готовить, какую-то часть только проговаривать, а не стоять у плиты, допустим, да. Или я вам что-то приготовлю, вы, когда будете планировать, самая, самая, очень хорошая вещь, это планирование. Как все говорят, не ходите в голодный магазин, так и начинайте диету. Хотя бы разбейте, то есть, у нас это с вами будет не диета, это у нас будет, ну, как бы сказать, улучшаем качество жизни, типа, или я хочу жить по-новому, что-то в этом ключе, чтобы, слово диета, оно не долбило вам по, по мозгам. А то, если вы завтра скажете на работе, что вы сели на диету, поверьте мне, что начинаться. Да тебе делать нечего, да ты уже в прошлом году сидела, да ты же ничего не высидела на этой диете. И что толку, что у Наташкина дни рождения ты это не ела, а потом ты сорвалась и стала кушать, и поправилась на 5 килограмм. И что твоя диета, да что твои белки, да что твои углеводы. Ребята, это мы уже где-то слышали, это мы уже сами на своей шкуре все это испытали. Не надо делать втихаря, надо просто уверенно идти. Просто взяли и просто пошли. Не надо думать, что завтра вы супер продукты наберете в магазине. Нет. Решили завтра, начинать завтра. Открыли холодильник. Потому что если вы начнете что-то подбирать, то это завтра вам покажется дорого, потом это надо много времени, потом это надо мне то, а я уже устала сработать. Но вы же все равно идете в магазин, вы все равно покупаете продукты. Значит, из того, что вы покупаете, мы просто отберем, что из того, что есть, потому как это не био, который стоит на два ценника больше. Это не такие прям части мяса, которые нам не по карману. Не забывайте, что красная линия по всем нашим общениям будет идти эконом. Эконом, поехать что-то посмотреть. Не надо снимать пятизвездочный отель. Я вообще без претензий. У кого есть возможность. Кто говорит, я год работал, или еще принято как, не принято, а часто слышу, я ишачил целый год, для того, чтобы поехать отдохнуть, вообще без проблем. Если это позволяет, если это вообще у вас по плану, пятизвездочный отель, ультра все включено, вообще без проблем, вообще здорово. но я считаю, я вот, допустим, говорю про себя. Я хочу в Дубай, если я себе это позволю, то я могу где-то на чем-то сэкономить в этой поездке. Допустим, да, я пойму, какая там кухня, и какие там специи, и все, но я не буду все 10 дней питаться в ресторане. И не буду ужин, и все включено, это естественно для Дубая, как бы отпадает. И я говорю про себя. Ну, где-то на чем-то сэкономить, но что-то увидеть, либо думать, вот нет, я еще столько денег набрала, а мне же надо же больше, а мне же еще на что-то там надо, на питание, на что. Мы с вами будем экономить, и будем, по крайней мере, вы будете мне советовать, я, судя своего, все-таки, как бы в 55 мне будет, мы сегодня, мы не сегодня, мы с вами будем в апреле день рождения отмечать. и юбилеи 55 лет. Как в 55 лет жить полноценной жизнью, принимать уже эти плюсы-плюсы годов, ничего страшного. И самое главное, что мы с вами будем разбирать питание, и как, когда Наташка или Светлана пригласила на день рождения, как же не сказать ей, что вы на диете, а все-таки пойти, и втихаря покушать то, что вам очень даже утром даст минус, и вы будете довольны. И вас, вам не будут вот этих вот покусов, что вы 53-й раз сели на диету, мы с вами все это обговорим. Кому понравилось и полезно это видео, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы вы получали оповещение, оповещение, правильно, видите, все, я с вами научусь, и говорить правильно, и руками. Вот первое замечание, чтобы руками не махать, я же не дирижер, чтобы руки были на месте. Видите, учусь с вами всему. Все, всем всего доброго, главное здоровья, люблю вас по-человечьей, вы были на канале, всего по-немного.